...100 тысяч рублей и более и полностью запрещает использование анонимных электронных средств ... 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 Вперед, или что-то. Выковырил. Не пройдете. Здесь гитара ваша на месте. Это что работает? Это что работает? Я хочу. О, пожалуйста. Навального сейчас посадили на 7 суток. Видео везде ходит по интернету, что он не делал ничего из того, что ему им приняли. То есть он просто стоял. Я слышал. Он действительно недом предел в Москве, но при этом имел соответствующие решения от следователя, что касается ареста... Моя подружка в городе Екатеринбург не поделила с губернатором. Очень шили уголовное дело. Очень-очень. Едва не посадили девку. А с мэром все равно. У нее? Да. Ну ты знаешь Оксанку. Кого? Оксанку Панова. Мэр ее муж просто. Это жена Ройзмана нынешняя. Я поэтому и решил, что ты в теме. Попал пальцем в него. Ой, какое счастье. А вот она 17. Какое счастье. А что такое? А почему? А как-то я поменьше стал пить. Думаю, хорошо. Ой, ой. Хотя, что там будет летом, не знаю. И куча народу должно... Куча бутылок коньяка. Даже некогда забрать. Ё-моё. А уж выпить. Не, я сейчас... Я сейчас сижу на диете. Видишь, видимо у нас... Дрюль такой. О! О! Ура! Ну что, сейчас придет звукорежиссер? И мы начнем? А без него? Без него не надо. Родион нервничает. Я не нервничаю. У меня-то что... Ух ты! Ворона здесь. Ворона, музыка-то не твоя играет. А это заставка луферовская. Не надо. Ух ты! Да, сын лежит! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Какой, я бы не хватался. Вась Зайди на секунду, а Останься вам в 2 часа Потом Хабихожина там опять выступает В курсе? На бланк ей заносить, понимаешь, из эфира Но она была послан в конкретном направлении О как Они там замели случайно немецкую туристку? Которая была в полном А вот и что выступали-то я пропустил Приговор болотникам Приговор этим на болотной площади? Там реальные сроки дали Подожди, а на болотной площади это... 6 мая, 2000... А разве это на болотную была площадь? Я думал, у большого театра все это происходило На болотную площадь Это я вот еще что-то слушаю, пытаюсь, да? А человек, который там идет, даже не знает, что такое Эхо Москвы Сейчас мы с тобой это обсудим Посадки вашим батарейкам Эхо Москвы в эфире круглосуточно У нас сколько осталось? У нас нисколько не осталось, мы уже в эфире Сетивизор 0 часов 10 минут Вы слушаете Эхо Москвы Вы смотрите компанию Сетивизор Здравствуйте, меня зовут Нателла Болтянская Это программа авторская песня «Домашник» У нас в гостях замечательные люди совершенно Олег Григорьевич Митяев Здравствуйте, Олег Григорьевич Здравствуйте, а похоже у вас бывает? Бывают Я подумал, обычно тут такие сволочи приходят А тут замечательные пришли Сволочи тоже иногда приходят Ну что делать, мы же информационное радио Тогда я счастлив Вот, пожалуйста, представь Родиона по полной программе Родион Марченко Участник всесоюзной переписи населения 1975 года В каком смысле? В 1976 году Родился, что ли, в 1976 году? В 1976, да Но он закончил консерваторию Знает ноты Ну, это прекрасно Меня вообще каждый раз поражает твой талант Сманивать людей с классической музыки В недомузыку и недопоэзию авторскую песню Я тянусь к высокому Не с классической? Не с классической? А вы чем занимались-то? Да, вот я подумала как раз про это Но, на самом деле Дело в том, что февраль-март Это период, в который, во-первых Олег Митяев обычно отмечает свой день рождения Есть у него такая Ну да, или в марте, или февраль А во-вторых, происходят всякие события Вот, я знаю, что вам предстоит Фестиваль музыки и поэзии Да, дорогие друзья Наконец-то Вот сейчас все те люди, которые твердили о том, что не хватает у нас и поэзии, и авторской песни Приходите 11 апреля в Крокус Сити Холл Мест навалом Но у меня такое ощущение, что как-то уже публики не осталось Ты знаешь что? У меня такое ощущение, что главным врагом в данной ситуации публичного мероприятия является товарищ интернет Хотя, с другой стороны, я тебе могу сказать, что у меня был один такой трагический опыт организации мероприятия на большой зал И это было благотворительное мероприятие, и зал у нас был полный При том, что все жанры были представлены Твоему, кстати, директору тоже звонили Но тебя не было в Москве в этот период Вот и У нас выступали Ну, короче говоря Вот хочется мне послушать Митяева Ты что думаешь, я на концерт пойду? Да я в интернет залезу Хочется мне услышать, я знаю, там Городницкий у вас будет принимать участие Да Или замечательный совершенно поэт, я просто обожаю ее, Вера Полоскова Ну, вот она сейчас далеко От родины, и она постарается вернуться Я надеюсь на это Слушай, а ты знаешь, я тут недавно вернулась из замечательной страны Соединенные Штаты И мне там мой местный приятель подсунул молодого поэта Диана Санчес, по-моему Я проверю, фантастическая совершенно девка, удивительные стихи Надо обязательно посмотреть Вот Мы с удовольствием всех поэтов ждем У нас даже будет вручаться Такой приз нашим ветеранам Дежурный по апрелю Как бы легкомысленный Очень легкомысленный Но, собственно говоря, мы ни на что не претендуем Скажи, пожалуйста Вот я, на самом деле, я уже собиралась совсем перейти к нежным лирическим песням Но тут я вспомнила один из вопросов, который пришел на сайт Эхо Москвы Я, кстати, хочу сообщить нашим дорогим слушателям и зрителям сети Визора Что у нас в студии полная демократия Вы можете присылать свои заявки на желанные к услышанию песни Олега Митяева, а он может вам отказывать Можете перебивать нас Нет, перебивать не могут Это вот, это тут я на это сижу Вот, ну, во всяком случае, вы можете о чем-то попросить И можете получить согласие, а можете получить отказ Так бывает Так вот, вопрос, который пришел на сайт Эхо Москвы Первый же вопрос звучал так Уважаемый Олег Григорьевич, в последнее время не хожу на ваши концерты Из-за вашей, мягко говоря, пассивной гражданской позиции Только что, перед тем, как включился сетевизор, мы с тобой говорили Ты мне говоришь, слушай, ну я же еще все-таки что-то смотрю, слушаю, с кем-то общаюсь А вот люди, которые по улице ходят, они же вообще не... Да, я вот это тоже иногда думаю, всегда нам объясняют, что надо посмотреть на продуктах Какие-то циферки, там вот, и ты должен, чтобы не отравиться, ты должен это изучить А заполнить какую-нибудь квитанцию, да это с ума сойти И я, у меня три высших образования И ни одно не помогает Да, не одно не помогает Я думаю, может быть, проще один человек там в большом магазине бы все проверил как-то И потом разрешил продавать А что, знаешь, как приятно иногда бывает, когда в магазине, где более-менее знакомый продавец Говоришь, дайте мне вот это А она тебе говорит, да зачем вам оно? Все понятно Где-то мы были на гастролях, кто-то сказал Мы заказали, значит, ну, так, как нас угощают Мы говорим, отдайте-ка нам черные икры И накрывали, накрывали, и, видимо, официант забыл про черную икру Я говорю, а что черную икру-то, это самое, не несете? Он говорит, вы знаете, она у нас не очень А ситрина? Бывает, а только одной свежести Выкрутился Вот, что касается гражданской позиции Вопрос-то это очень серьезный И, знаете, я, наверное, за мной не заржавеет Шашку-то я сразу достану и рубану Кого? Вот я бы, вот, вот это главный вопрос Знать бы наверняка, кого Отлично Вот там написано на заборе, что Путин ест детей Я вот думаю, да если бы я это увидел, я бы рубанул его шашкой Ну вот, как-то Согласно закону о средствах массовой информации Тут я должна произнести таково Частное мнение Олега Митяева, которое все остальные вполне могут не разделять Я произнесла это Да, хорошо Вот, ну, понимаешь, какая штука Дело в том, что существуют люди, которые Как бы узнают информацию из интернета Существуют люди, которые узнают информацию из собственных боков Вот буквально пятница, понедельник Было там оглашение приговора по болотному делу И куча народу пришло к суду поддержать И куча народа там замели Причем последний, кто был заметен, это была немецкая туристка Которая просто по Москве вышла погулять О, впечатление у тюрьки будут, а Но, опять же, я ни в коем случае не хочу здесь как-то пытаться тебя повернуть в ту или иную сторону Ты сам должен сообразить Просто, знаешь как, наверное, сейчас уже можно говорить о том, что ты человек, который Вот я знаю только одного человека, который может сидя ночью у костра встретить Путина Ну... Разве нет? Нет, почему? Я думаю, что не я один такой А мне кажется, что это только у меня такие номера выходят С одной стороны С другой стороны, я знаю, что есть огромное количество людей, скажем так, недовольных этим режимом Которые у тебя находят всяческую поддержку и сочувствие Может быть, это не всегда происходит гласно Но я доподлинно знаю некоторые твои добрые дела, которые ты делал Для людей, обиженных современной российской властью Мы сейчас можем пойти по такому... Мне кажется, что я человек не оригинальный Я... Как ты вот обыкновенный человек Ну смотри Хорошо тебе наверняка известный поэт, автор-исполнитель, артист, кулинар, дайвер Андрей Макаревич Как бы это сказать, был период, когда он выступал абсолютно четко поддерживая современную российскую власть Там на Васильевском спуске он выступал, когда Медведев стал президентом На сегодняшний день я регулярно его встречаю на акциях «Несогласие» И песенки, которые он пишет в последнее время, вряд ли, так сказать, покажут по Первому каналу Что с ним случилось? Это был вопрос... А, вопрос вот такой Что с ним случилось? Ага Нателлочка, дело в том, что Макаревич же, он... Здесь даже сравнивать нельзя Он же умнейший человек, понимаешь? А ты что? Ну, по-моему, я себя нашел Нет, дело в том, что я не мозгами ощущаю эту жизнь Я по другой части Поэтому, вот, мне бы какие-то вот факты Мне бы вот... Вот если... Я давно уже была какая-то, я изобрел для себя такую, что... Вещь, что если... Вот, пока человек не сделал мне вот чего-то плохого, да Естественно, по концу они не наступили И когда я знаю точно, да Я тогда точно могу сказать, что за мной не заржавеет А вот если кто-то сказал, а потом передал Я несколько раз попадал в просаг Когда я так рубился, а потом мне кто-то подходил и тихонько говорил Аккуратно Олежек, нет, ты ведь не прав Он ведь сам всех кинул И теперь... А я... А я-то... А ты рубился А я рубился Поэтому, и, собственно говоря, вот вступать в какую-то партию Настолько мне это... Не надо в партию вступать Нет, мне это настолько вот надоело в детстве и в юности Что я вот как-то тоже сформулировал для себя Что если бы даже была сейчас партия хороших людей, добряков, да Я бы туда тоже не вступил Даже нечего Я бы сказал, лучше я сам тихонечко Я думаю, что... Давай-ка мы споем, а потом поговорим Вот одна из просьб тебе была Обязательно спеть песню «Неутешительные выводы» Я тебе напомню, что ты можешь отказаться Конечно, я ее просто сейчас боюсь не вспомнить Но мы будем иметь в виду И, может быть, к ней как-то подойдем А вот смотри, что тебе пишут Я не недовольна, я просто страдаю от того, что происходит Так я страдаю Митяев клевый А как себя чувствует Марголин? Вот, вы знаете, я переложу другой листочек Как раз следующая песня посвящается ему Чувствует он себя невероятно, но хорошо Потому этого... Можно я постучу? Конечно Но мне кажется, по поводу Маргулина Тут застучаться можно уже как дятел Потому что за последние 10 лет На него столько всего валится И казалось, что в этот раз он уже к нам не вернется совсем Вернулся, слава тебе, Господи Вот, и как раз 11... Ну, Леня, я знаю, что нас слушает, кстати говоря 11 апреля Леня, если ты нас слышишь, будь здоров, пожалуйста Леня, я использую твое имя Приходите, 11 апреля Для рекламы нашего мероприятия Потому что Марголин должен быть обязательным И будет петь Ну, танцевать не обещаю А Марченко будет Петя танцевать? Нет, тоже Он никогда этого не делал А Леня иногда пляшет Понятно Да, но Петя играть будет Пойте давайте уже Да, вот такая песня Она получилась тоже, знаете, на музыку Манукяна Сережа дал мне несколько мелодий И сказал, про что не знаю Вот, и мне пришлось придумывать А как зовут Манукяна? Сергей Манукян Угу Наш великий джазовый человек Временами накрывает памяти волна И несет в исчезнувшее море В нас как плод В море, где совсем другое время и страна Там, где каждый в чем-то был совсем еще не тот Нам с тобой была зачем-то встреча суждена В том далеком девяносто смутном по весне А сегодня дружба еще больше нам нужна Чтоб не спиться, не сломаться, не упасть на снег Друг мой, где же нас носила И какая сила все вращала вспять Друг мой, нам еще под силу Посидеть красиво и сыграть Ах, какие были молодые мы тогда И купались в жизненных заботах, как в реке А теперь не нравятся большие города И все больше хочется пожить на маяке Друг мой, нам с тобой досталось Тихая усталость, но не покой Друг мой, как нас не бросало По чужим вокзалам, а мы с тобой Только перепутались чужие и свои Многие не помнят ни родителей, ни дом Мы могли бы тоже на другой планете жить Но куда от памяти ты денешься потом Друг мой, что нам остается Если сердце бьется И мы с тобой И друг мой Нам еще поется И нам еще зачтется каждый бой Леня, если ты нас слушаешь Можешь ложиться спать Сколько-то? Правда? Олег Митяев, Родион Марченко в эфире Эхо Москвы Каноническое название песни Друг мой или по первой строчке? Друг мой Так, что нам пишут Наши дорогие слушатели и зрители Но выведите уже его из себя Посравнивайте с другими Вы знаете, сколько лет я знакома с Митяевым Мне этого сделать не удалось ни разу И я больше бесполезным делом не занимаюсь Потому что он абсолютно вещь в себе И это прекрасно Этому можно только позавидовать Ну, я как раз завидую себе в этом смысле Однажды летом в деревне Мой сын бежал ко мне в огород Кубарем И своплим Мама, скорее твоя любимая жизнь По радио спелли Это маленькая жизнь Да, мне как-то я вот такую Наверное, думаю Есть какое-то философское такое течение Когда А может быть оно неправильное Но такое я вот его ощущаю Что все есть так, как оно есть И, допустим Ну, есть Светаева Это потрясающе И я восхищаюсь Захлеб Вера Полоскова, да Удивительный проект Но я понимаю, что я-то по-другому И хуже, и проще Но я стараюсь Я стремлюсь Они как звезды Которые вот надо стремиться Я читаю Но в то же время я не получаю Не перестаю получать наслаждение От того, что они уходят Скажи мне, Олег, только честно А где же у тебя сидят амбиции? Вот честно теперь надо Гусара молчать Просто понимаешь Ведь дело в том, что люди Пишущие сами песни От начала и до конца Обычно люди достаточно Исполненные сознания Поцелованности Богом С одной стороны С другой стороны Я очень хорошо помню Твой эксперимент Когда ты очень хотел записать Песни на стихи Иосифа Бродского И как бы Это что означает? Это означает, что тебе просто хочется Чтобы люди услышали этого Бродского? Или у тебя есть какие-то претензии Внутренние к собственному творчеству? Нет, мы с тобой об этом говорили Это было сделано в корыстных целях Для того, чтобы подробно И всего Прочитать Бродского И получить наслаждение А вот эта работа Над этим альбомом Мне позволила это сделать А, вон как И то же самое мы проделали С Александром Сергеевичем Пушкиным А тем более Эта работа подарила мне Встречу с Давидом И Давид Федорович Назвал его Лейкин Тухманов Ага, Давид Федорович Это хорошо Вениамин Смехов О, как? И Марина, моя супружница С удовольствием В такой компании Почитала стихи То есть Единственная печаль Что это никому Сильно не потребовалось И ни один канал Этого не показал Но это есть Это всегда можно показать Через 50 лет А правильно Но сейчас я тебе задам Следующий вопрос Из той же серии А зачем Пушкин Если есть условный Стас Михайлов, да? Который на сегодняшний день Тренд, да? Нет Дело в том, что Как бы Я уже втянулся В изящную словесность И мне интересно Услышать Хорошие слова Я как бы Обязательно И вся авторская песня Она чуть-чуть поглубже Всегда Там не только музыка Там еще есть слова Которые Вот почему мне нравится Битлз Потому что Я не понимаю О чем они поют И может быть Может быть Это спасает Потому что Гармонию ощутить Между музыкой и словами Я все равно не смогу Потому что я И с другой стороны Даже если Был бы Подстрочник Как мне кажется По отголоскам Что слова Довольно простые А так Я себе придумываю Что и слова Классные Ну Во-первых Может быть Слова действительно классные А музыка Потрясающая Мне честно говоря Очень нравится Там слова-то простые Там мысли достаточно Серьезные Вот Значит там есть Гармония А потом Я тебе скажу еще Вот что Вот в моей жизни Один раз я про это читала Был такой Замечательный поэт Владимир Владимирович Маяковский Который У которого был приятель Сандро Кусиков И Маяковский Над ним жутко издевался Страшно совершенно То есть он даже написал На него эпиграмму На свете есть много Вкусов и вкусиков Одним нравлюсь я А другим Кусиков Но он же писал В своих В каких-то там Воспоминаниях Что у того же Сандро Кусикова Были две замечательные Строчки Цитирую День проходит Тает свет Мне минуло 40 лет Фигня Правда? Полная Ничего в этих Строчках нет А зацепило Великого поэта Маяковского Да? Ну вообще Когда меня спрашивают Какой ваш Любимый поэт То я Наверное Ориентируюсь По Не по конкретному Человеку А по Конкретным вершинам И вот Всегда хочется Составить Какой-то свой Отдельный Сборник стихов В которые Войдут Вот Величайшие произведения Но Не хватает Интеллекта И поэтому Когда я Эльдар Александровича Рязанова Моего соседа Пытал Говорю Ну вот Томик Ахматовый Вы пожалуйста Мне отметьте Какие стихи Вот Очень хорошие На которые стоит Написать И он говорит Ну как Ну и как я тебе могу Отметить Ну тут Все хорошие Ну вот смотри И стал Какие-то отмечать Какой же ты Умный человек Это вот Это же надо Это прийти На водку Кальдару Александровичу И заговори с ним Не о чем-нибудь А о том Какие стихи Какие стихи Цветаева Митяева Надо Я с ним пошли А будет замечательно Ахматовый Ахматовый Ну про это я бы Тоже был не против Послушать Ну ладно Умного человека Нет Понимаешь Когда Человек В материале Когда он все это Прочитал Понятно что Его может Волновать одно Меня другое Но есть Бесспорные Достижения Ну смотри Вот из классиков Например близкого нам Жанра авторская песня Как говорят в интернете Имхо По моему очень скромному мнению Безумно люблю Там например Галича Акуджаву И есть классики Которые меня Оставляют абсолютно холодной Абсолютно равнодушной То есть Я понимаю Да Это грамотно Написано Это классно спето Великие классики А мне вот Фиолетово Да А есть например Люди Которые мне Например пишут Что Галич Это совершенно Отстой Да Так сейчас говорят Тебе виднее Ты же молодежь Ой спаси Ну все Я не знаю Митяев Что я должна уже сделать Чтобы компенсировать Все тобой сегодня Давай споем Вот как раз Мне нравится Что Спеть простенькую песню Я не знаю Почему она появилась И почему Про Тамбов Хотя оказалось Что у меня там корни В Тамбовской губернии А рядом еще И Курская губерния Музыка твоя Или Малукяна Оказалось Что я Мордвин А вот меня уже спросили Правда ли что вы Мордвин Да Мне как неудобно было Тебе это вопрос задавать Я даже думаю Что Эрзя Потому что Вот эта деревня Нараватова В Томской губернии Ой там целое дело Там почему то К этим раскопкам моим Прилагаются Карты Штаба Наполеоновской армии Я даже думаю Что Кто то там Понятно Пока Копаем дальше Но песня вот такая Давно мы не были В Тамбове Провисли линии лица Но наши вздохи И любовь Им нет конца Как хочется Чтоб нас там ждали И встретили Без лишних слов Он так же Тосковал Державин Хотел в Тамбов Давно мы не были В Тамбове В Тамбове И вы правы И вы правы Что так нельзя Но мы не стали Экономней В любви Друзьям Мы верим Снова соберется Рассеянный По жизни Полк Но нас товарищ Не дождется Тамбов Тамбовский Волк Давно мы не были В Тамбове В Тамбове Но вы не верьте Зеркалам Не надо нас ловить На слове Мы будем к вам На клубе Облупилась краска Но все придут В ком Тот же свет Вы только Не смотрите В паспорт Прошло Сто лет Давно мы не были В Тамбове Провисли Линии лица Но наши Вздохи И любовь Им нет Конца Как хочется Чтоб нас Там ждали И встретили Без лишних слов Вот так же Тосковал Державин Хотел В Тамбов Ты знаешь Очень хорошая песня Единственное У меня к тебе Хамский вопрос А если вместо Тамбова был Ростов Это что-нибудь Изменило? Я тоже думал Ну я думаю Может быть Надо было Какую-то выгоду Здесь Написать Самара Там Или что-то Нет Тамбов Вот пошел И все А в Чацкий Если помнишь Куда хотел? Он там? Нет Нет Или это не Чацкий был? Не помню В деревне К тетке вглубь Саратов Саратов Тоже и совсем дорогие Тут Все Это Ремецкий? Нет 11 апреля Родион Ты еще не знаешь Что 11 апреля В Крокус Сити Холле Мы С Леней Участвуем В фестивале Там Будут Этот Валентин Гафт Будет Вот Я не знаю Вот сейчас По буквам Передаю по буквам Так Церквушечка Про снапера Это однозначно Песня Сергеева Наташа Из Швеции Точно Наташа Скажите Как вы относитесь К творчеству Дольского Скажите Какая Хорошая История На горе На горочке Стоит Колоколенко Давно Не рассказывал Эту историю И мы Ехали на фестиваль В поезде Из Челябинска Вообще Куйбышев Челябинск Дружба Не разлей вода Была Сейчас думаю Это опять наладится Но она Собственно Не прекращалась Несмотря на то Что название У города Изменилось Самара Ну вот мы Едем в поезде И думаем Сейчас мы Вот эту Сергеевскую песню С Петром Старцем Дуэтом Как жахнем Да так Так споем Что будь здоров Ну вот только Кончается она Как-то не очень Там нашего убили А этот враг Остался И думаю Ну что-то Ну ни туда Ни сюда Ни два Ни полтора Ну нельзя Такую песню Так заканчивать И думаем Давайте объявим Сейчас по поезду А там все едут Барды Все писатели Давайте объявим Конкурс На лучшее окончание Этой песни Чтобы было по нашему Мне уже страшно Чтобы этого Так и нашего Чтобы вот Третьяков Написал Небось И забился Сучий кот Головой Паник Где же было Знать ему Гаду Ядовитому Что я белку В глаз Стрелял Что мой дед Лесник Ужас Там зажим Зажимать Некоторые аккорды В общем Собственно говоря Так как я не учился Нигде То учили меня все Говорят Ну давай уже Давай Рязанов Ахматовый Нагарин С Киреевым Что отвагой Третьяков В силу своей профессии Человек Спокойно Относящийся к великим С которым меня сталкивает Судьба Вот видишь Рядом с тобой Сижу Не трепещу Так вот Однажды я Когда познакомилась С Германом Он меня потряс Человеческим общением Он был Абсолютный гений Человеческого общения Я недавно читала Интервью Кармолита Который пишет Что он был страшный Тяжелый человек Он был обаятелен Сокрушительно Вот неимоверно И когда Когда хотел Да ты знаешь что Не знаю Ну мимо проходил Но этот ужас Трудно быть богом Его надо смотреть Давай споем А спой мне про Боярина Меня зацепила Вот эта радостная новость Что после До сорока лет Что после сорока лет Надо самозакапываться Я ведь Во втором классе мечтал Выйти на пенсию Потому что Это такая хорошая штука То есть ты Вообще в школу не ходить Значит на рыбалку пожалуйста В кино пожалуйста Тебе дают деньги еще Для того чтобы ты ходил в кино Да Книжки покупал Ну мало дают Есть чем заняться Дурака валять Вот И сейчас Оказывается Можно не писать уже Чего я дергаюсь Свои 58 Ой Как много то Ну конечно Для Ужас какой Зельдиное это смешно Вот именно Пой давай Пока Не это сам Не отказала Пелка Ну надо Что-то Такое Несерьезное Сейчас спеть После такого разговора А Песни все грустные А Эту я не А я спою Потому что Родион Он ее сыграет Потому что Эта песня Я ее никогда не пел А Нет это не она Куда пойти учиться Я написал Для детей О О Написал для детей Песню Куда пойти учиться Но Это другая песня Я ее могу Я начал писать Песню для детей Как водится А получилось Как всегда Для взрослых Тоже Манукян Он ее Не слышал Мы все мечтаем Повзрослеть И жить Самостоятельно Как много Надо нам успеть Чтоб кем-то Стать и быть И чтобы Танцевать И петь Вращаясь Привлекательно И все Посметь И в школу Не ходить Как рано Нам еще Желать Чего-нибудь Стабильного И что-нибудь Такое Знать Что вызовет Печаль И кажется Что умереть От чувства Очень сильного Не больно И ни капель И ни жаль Зачем Зачем Грустить О будущем Когда сейчас Так хорошо Сейчас Нам И дождь Шумит В саду Бушующем Такой Что в нем С тобой Не видно Нас А может Где-то Есть рычаг Земного Торможения Чтоб Время Замедляло Шаг Когда Нам Хорошо Чтоб По дороге Где Лежат Победы И Лишения Мы Не спеша Врили А дождь Все Шел Зачем Зачем Грустить О будущем О будущем Когда Сейчас Так хорошо Сейчас Нам И дождь Шумит В саду Бушующем Такой Что в нем С тобой Не видно Нас Нас Лежат 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 Тут сейчас... А что, 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 в чем дело-то? А все? Нет пока Марголина, нет, мы не знаем, что дальше играть. Леня, Леня, встань, помоги! Олег Митяев, я напомню, Родион Марченко у нас в гостях, это Эхо Москвы и компания Ситивизор. Сейчас будем перечитывать пейджер, много думать. А у вас есть белые песни? Как думаешь, что имел в виду автор? Наверное, это самое... Какой-то блондин-то. Блондинки написано. Нет, на-на-на-на, блондин. Так, а спойте, пожалуйста, свою самую последнюю песню о любви. Да-ка, все. А, хорошо. Вот, смотрите. Как сказали, последнюю? Ну, недавнюю, самую недавнюю имеется в виду. Крайнюю. Крайнюю, да. Вот, чтобы тогда уже... Ну, пошел Манукян. Ну, пошел Манукян. Вот, тоже такая песня о любви, называется «Танцы после войны». Ну, как? Сережа был очень удивлен, потому что он не знал, про что это песня. А мне попалось на сайте, у меня есть несколько сайтов, один из них «Маленькая жизнь», и вот есть сайт, называется «Гольфстрим», и там выкладывают фотографии. Стали выкладывать фотографии моего двора, времен моего детства. Фотографии 1950 года, когда меня еще не было, улица Новороссийская, родная, и там какой-то праздник, гуляние такое, и все танцуют. Я смотрю, танцует женщина с женщиной, я еще так думаю, ну что такое, женщина с женщиной. А мужиков-то повыбило. Да, а ни одной пары нет с мужиком, оказывается. Я посчитал, и там вот все, кто в фотографию вошел, это все были женщины. Вот, поэтому такая песня «Танцы после войны». Дождик в парке сбил снежинки черемх. Сохнут доски на сырой танцплощадке. Скоро подъедет, уцелевший оркестрик. И над нашей судьбой зазвучат звуки вальса. И поднимет нас над рощей, как ветер, Наши чувства, когда каждый летает. И мы позабудем, что кому-то на свете Не хватает любви, так любви не хватает. Ни наградами, ни парадами, Что потеряно не вернуть. Слава Богу, что ты так рада мне, Ты про все сейчас позабудь. Струями смоет вешними Горечь полы не дождь. Ивою безутешною Больше ты никого не ждешь. Дед с трофейным, Белым аккордеонным И девчонка На военных веснушках Выйдет неброско И простым полутоном Выбит слезы у всех Своей скрипкой-восьмушкой И ни наградами, ни парадами, Что потеряно не вернуть. Слава Богу, что ты так рада мне, Ты про все сейчас позабудь. Струями смоет вешними Горечь полы не дождь. Ивою безутешною Больше ты никого не ждешь. А в пейзаж С тихой речкой и далью Вносит радость Звук вступившей гитары. Но, приглядевшись, Отмечаешь с печалью, Что вокруг в основном Только женские пары Ни наградами, ни парадами, Что потеряно не вернуть. Слава Богу, что ты так рада мне, Ты про все сейчас позабудь. Струями смоет вешними Горечь полы не дождь. Ивою безутешною Больше ты никого не ждешь. Очень хорошо. Хорошо. Ох! Когда бы вы знали, да? Из какой фотографии вдруг это все происходит? Вот я читал новости позавчера И нашел подтверждение своим догадкам, Что для того, чтобы бороться с депрессией, Надо слушать грустные, тягучие песни. Ну... Вот, ученые доказали. Нобелевский лауреат Бродский Говаривал, что у него была нянюшка, Которая пела ему, Кота воркота была мачеха лихая. Я плакал, говорит. Просто взахлеб. Навзрыд. А потом, знаешь, как это катарсис происходит, очищение. Так, что народ пишет? А народ пишет вот что. Спросите про Дольского. Да не буду я его спрашивать про Дольского. Почему? Когда я буду умирать, я буду умирать под ваши песни. Ну? Радик. Знаете, за такие базары надо отвечать. У меня был... Он был... Давно не виделись просто. Товарищ, актер из Самарского театра. И он рассказывал, как... Он это красочно рассказывал, как отец... Значит, он уже... Поставалось недолго ему. И он искал музыку, под которой его будут хоронить. Он перебирал, где-то слушал. И вдруг раз! Он услышал эту музыку. А! Вот! Сыночек! Вот эту вот музыку. Вот когда вот... Да. Это Свиридов к драме Пушкина «Метель». И он говорит, это потрясающая, гениальная музыка. Вот когда будут меня хоронить, вот ты, пожалуйста, поставь ее. И он его хоронил, шел в снег. И он на полную мощность включил во дворе эту музыку. Так, у вас есть песня «Жестокая танго». Она посвящена кому-то конкретно? О-о-о-о! Сразу начинается. Сразу и Жванецкий все вспоминается. Все ответы на этот вопрос. Я вот сейчас сразу думаю. Очень. Вот я теряюсь даже. А есть же такое-то? А? Песня-то есть такая? Песня есть, конечно. Ну, спой песню и больше ничего не рассказывай. Да. Или проникновенно глядя в камеру, вон там она скажет. Это вам. Я все время думаю. Я всех так долго запутывал. И сейчас должен все рассказать. Действительно. Поэтому. А что о ней можно сказать? Да ничего. Жестокая танго. Юго-Восточная Азия, год сорок пятый, война. В прошлом недавнем гимназии, но как повзрослела она. Девочка эта из Англии, внучка книжные посла, сделала все, как в Евангелии, и офицера спасла. Вывезла, будто умершего, в Индию борт отпросил, через начальника Смершего, и дальше в Бенгальский залив. Мнилась ему эвтаназия, но не сдавалась она. И Юго-Восточная Азия, и чья-то чужая страна там за четыре года. Как в кружке спирт разлитых, не изменилась мода. А френч и галифе поет без подзавода. С пластинки Марлен Дитрих, для выжившего зуброда, на берегу в кафе. Фильполет парусиновый, воздух пропитан тоской. Из самолета в бензиновый, запах дороги домой. Здесь, за морями и бедами, мне не остаться с тобой. Встретимся после победы мы, я офицер боевой. Дугласа вздрогнули лопасти, вырвав у девушки зонт. Ждал его в образе пропасти, северо-западный фронт. Небо лазури и кадмия, и гон облаков пелерин. В день тот советская армия с боем входила в Берлин и встретила у трапа. Маруся в чёрном блеске, ни сына, ни героя. Предателя страны, а дальше по этапу. Поля и перелески, и облаком над строем, Нарлаговские сны. Но сроки когда-то кончаются, Смерть откружила над ним. Он не погиб, не отчаялся, Но воротился другим. Он теперь кружит над глобусом, Что-то Хрущёв нам кричит, А он управляет автобусом, И дома всё больше молчит. И только засыпая к Бенгальскому заливу, Он может опускаться. И девушка к нему, открыто улыбаясь, Идёт неторопливо и долго просыпаться. Не хочется ему там за четыре года, Как в кружке спирт разлиты, Не изменилась мода. На френч и галифе поёт без подзавода, С пластинки Марлен Ди-3 Для выжившего с брода. На берегу, в кафе. Ну, слушай, и рифмы интересные. Так вообще эта песня из альбома «Позабытое чувство», и у тебя этот альбом есть. Какая я мерзавка. Вот, так что ты можешь послушать. Я вот сейчас приду домой ночью, всех перебужу, но мы будем слушать. А я вспоминал, почему я написал эту песню, Здесь какой-то действительно такой сгусток Всяких книжек и спектаклей. Да, тут намешано. Спектакль театра Вахтангова «Берег женщин». Надо сказать, что Олег Григорьевич Является поклонником театра Вахтангова, Потому что жена его, она, Именно там и работает. Служит. А, ну да, правильно говорит, служит. Я-то помню твою жену еще студенткой Первого, Второго курса Щукинского училища. Вот. Она закончила. Я в курсе. Мы, в общем-то, довольно плотно общались В тот период, когда они заканчивали Щукинское училище. Так, а времени у нас остается, Вот сейчас мы петь не будем, Сейчас мы посмотрим на ваши заявки, Может быть, даже что-нибудь... Ага, ваши песни так схожи с песнями Розенбаума. Вы с ним не обмениваетесь? Нет, мы обмениваемся любезностями с ним, Потому что мне нравится то, Что он делает, потрясающе. И, в общем-то, наряду с Ландсбергом, Акуджавой, Висбором и другими Розенбаум завладел нашими сердцами В свое время. Вы как-то спрашивали про попсу в авторской песне. Ваш гость – лучший пример попсы в авторской песне. А вы знаете, что... А я бы не согласился. Так, белогвардейские песни я имел... Так я же стараюсь, я же расту. Вот я все время... Куда? Расту, расту, стараюсь глубже, Проникновеннее. В попсу? Нет, наоборот, уйти от этого. И даже у меня аудитория из-за этого сокращается. И это как показатель того, Что песни становятся глубже. Вот, а не к попсу. Попса была в 79-м году, Когда я написал «Как здорово, что все мы здесь». А вот ты считаешь, что это была попса? А у меня такое ощущение, что это был наивный мальчик. Правильно. Ну, это была песня. Ну, как бы... Я ехал на фестиваль, Надо было что-то написать. Я понимал, что надо написать, Чтобы все подхватили, Чтобы всем это было близко. Ну, чистая конъюнктура. Но, это было настолько искренне, Что, как радиация до сих пор из нее сочится, Эта искренность. Хотя прошли годы. Олег, как говоришь, как излагаешь? Я просто снимаю шляпу. А я же Челябинский, у нас же там... Олег Митяев. Родион Марченко в гостях у «Эхо Москвы». И мы не прощаемся. Мы сейчас только прервемся на новости, А затем все это будет продолжено. Перерыв минуты три есть, если надо выйти. Красноречия свое прикрыли пока. Минуты три. Но без вас не начну. Олег Митяев. Олег Митяев. Пройдёшь? Ещё... Говори, если поём. Нет, уже нет. Час и три минуты вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите «Сетевизор», Олег Митяев, Родион Марченко, я тоже с вами, Нателла Болтинская. Так, попса — это когда стараются, чтобы... Диггер, ну что бы вы понимали в колбасных обрезках. Спасибо за Олега, счастлив. Вот это другое дело. Вообще, с другой стороны, я как-то всегда начинаю нервничать, когда у меня за программу не приходит ни одного негативного отзыва. Да, конечно, это плохо. Хотя хрестоматийный пример — это много лет назад, когда только начинались вообще эпоха компакт-дисков, и приходили ко мне в студию братья Мещуки, и был какой-то человек, который всегда прислал одну и ту же СМС-ку. «Даёшь Шевчука». Прошло много лет. И однажды в моей программе оказал честь Юрий Юлианович. И что ты думаешь? Первая же СМС-ка была «Где Мещуки?». Это было замечательно. Так, уважаемый Олег, скажите, пожалуйста, а что из ваших песен, может быть даже старых, вы считаете непроходящим? Вообще исторические твои песни мне нравятся. Её прекрасно поёт Владимир Крестовский. Он даже вообще помнит слова «лучше, чем я» в этой песне. Вот, Олег, это Сева Бойко, это наш информационник, информационная звезда. Когда-нибудь будешь внукам рассказывать, что тебе сам Бойко воду приносил? Спасибо, Севочка. Спасибо большое. Вот. Скажи, пожалуйста, а вот вообще историческая тема, она уже у тебя совершенно такая. Вот я уже просила перед началом программы песню про Беклемишева. Я, кстати, вот обратила внимание, в прошлый раз на эфире «Эхо Московском» ты её пел. Домой прихожу, муж мне говорит, вот это вот тоже классная песня была, я её не слышала. То есть мы оба зацепили. «Челяба» тоже историческая тема. Потом у тебя вообще вот эта вот, как бы сказать, линия такая, знаешь, былинно-русско-исторически, немножко такая националистическая. Я даже подумал, что можно составить, если всё перемешать, все песни, все альбомы. И можно отдельно один сделать географический, один исторический, один про любовь, один про дружбу. Ну, на дружбу, наверное, не наберётся. Как здорово. Нет, была такая записка, Олег, что-то у вас всё про любовь да про измены. У вас есть что-нибудь общечеловеческое? Действительно. И вот такие просьбы меня подвигают писать что-то о дружбе. Что касается... Друг мой. Да, что касается истории, это, конечно, бесконечная такая радость открытий. И что-нибудь изучаешь, изучаешь, открываешь, открываешь, потом пройдёт немного времени, и ты забыл. Забыл. Я вот сейчас уже, наверное, не все башни Кремля-то помню. Хотя ещё помню, наверное. Вот сегодня, ну, я забыл. Слушай, я вообще одну знаю. А? Я вообще знаю только одну. Я тоже знал только одну, и мне стало стыдно, и я выучил все. А мне не стыдно. Вот. Как же это напротив Архангельского собора у нас какой? Вот сегодня я посмотрел... Мамочка, если ты не спишь, пожалуйста, напиши мне смс-очку. Да. А я вам скажу сейчас. Ага, полез за шпаргалкой, за шпаргалкой полез. Я же должен... Дело в том, что... Что касается Беклемишевской песни, да. Значит, она, значит, называется... Там есть такая башня Беклемишевская. Одна из башен, которую я выучил. И одна Беклемишевская. Потому что там был двор боярина Беклемишева. И этот боярин Беклемишев как-то царю батюшки-то, Василию Третьему, отцу Ивана Грозного, говорит. А что это вы, батюшка-царь, сами решения принимаете, а нас-то, бояр, не спрашиваете, как встарь. Так. Вот так он его смело спросил. И голову ему отрубили. Ой, Олег, ты знаешь, что я тебе могу тоже подарить замечательную историю тоже периода Грозного. Мне она очень понравилась. Где-то я ее вычитала, что кто-то из побывавших за рубежом, бояр, привез рассказ о том, что существует такое понятие, как дискуссия. И Иван Васильевич решил провести эту дискуссию и выбрал себе, так сказать, оппонента для этой дискуссии. Но дискуссия закончилась быстро, внезапно и очень страшно. Когда боярину понадобилось по сценарию спорить с Грозным, он просто умер от ужаса сразу. То есть казнить не понадобилось. Вот. А этого казнили. Казнили и в этой башне сделали... В общем, песня исполняется на русском языке. Вот. А вообще, как я забыл, Благовещенский собор и такая же есть и башня Благовещенская. А, подглядел. Ура. А, ну, надо было теперь уже дочку Дашу спросить, она бы мне точно сказала. Про дочку Дашу мне очень нравится история про автомобиль. Очень мне нравится. А что она сказала? Некомплементарная история про жену Машу. Не помнишь? Нет. Однажды Олег Григорьевич ехал с дочкой Дашей в машине куда-то. И на какого-то шустрого автомобилиста девочка Даша сказала, ну, куда же ты, козел, лезешь? Олег Григорьевич расстроился и говорит, Даша, ну, кто ж так говорит? Мама. Куда ты едешь, козел? Просто премьер, что такое. Ну что, вот набирается ребенок. Что еще сказать про эту песню? Да, ничего. Пошло само произведение. Историческая песня. А как у боярина Беклемишева Рожа покруглее блина гречишного Лучше не болтал бы боярин лишнего Да сидел в Кремле Попросил боярин порядка нового Как бы не случилось чего хренового Огорчил боярин царя сурового На беду себе Снег, голова, в ночь подняли Было полнолуние И голову прочь Отняли за высокоумие Сделали острог башни Беклемишевской Для кого урок на указе вышивкой Ну а тем, кто прячет еще излишек свой Можно посидеть Можно подождать еще царской милости Можно огрести так, что не приснилось бы Да пока дождешься, как сможешь вылезти Можно посидеть Шить варежки Ну плохо ли Ваньку дурака валять Царь сжалился Зря ухали А мог ведь и четвертовать А теперь бояре сильны поддакивать Дома в бедову усы помакивать Да по клубе бить, да сидеть помалкивать Да кивать, 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 кивать Это еще нету пока обричников Окна не забиты поверх наличников Дочка Беклемишева прячет личико А чего ей ждать? Двуглавые прикованы К башенкам Кремля орлы А спросишь их Что нового? Только лишь курлы-курлы Попросил боярин порядка нового Как бы ни случилось чего хренового В тюрьму Ну например Очень современная кстати вещь Есть ли у песни у Олега В благодарность творцу За дары его И таланты данные нашему гостю Ох уж я Георг Уж как уж благодарен-то Все время Господа-то благодарю А деньги мы вам верим Да, никто такой хороший А деньги мы вам верим Нет, конечно Но о чем вы говорите Я как раз Ну вот Атеист Может же когда захочет Атеист Да, атеист такой воспитанный Но в детстве я где-то на помойке Нашел какие-то выброшенные кем-то Какие-то вот такие Для молитв Иконка какая-то Какие-то вот там Крест там большой такой И я потом спрятал это все Вот И Но тогда Мы же октября-то тогда были пионеры У нас галстук был красный Кровью пропитанный Ну Вот И никто меня не мог свернуть Потому что И Ленин, и Сталин Были такие молодцы Вот Потом Сталин Я узнал Был плохой А как узнал? Но Ленин-то был хороший Слушай А вот скажи мне, пожалуйста Ведь все-таки Так сказать Ты работал в жанре Который Априори был Несколько Что называется С отклонениями Какой жанр Авторская песня Работал? Работаешь Продолжай Я Я про условия Про историю Присоветской власти Горком комсомола Никогда не вызывали С текстом Что-то вы Олег Григорьевич Сомнительный Нет, у меня так Удачно получилось Что я Честно Был Этим Пионером Комсомольцем И даже Членом партии И так вот Уже в Восемьдесят Шестом Году По-моему Или в Восемьдесят Пятом Когда уже Как-то все Так зашаталось Я думаю Надо валить Отсюда Вот я бы не знал Меня потом уже В обком комсомола Уже говорят Давай Дорогой друг Проходи Я же не знал Что квартиру Там дают Что светит Там всякое Такое Дурак дураком Я пошел В ансамбль Торгового центра Сейчас бы Не сидел Тут с вами Уже вон Давно бы Где-нибудь Не говори Значит я И тут Оно Вот эти пошли Все толстые Книжки Журналы Я всегда Рассказываю Эту историю Когда я Подал 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 Заявление Нашему Секретарю Секретарю Коммунистической Партии Наши ячейки Что Прошу Ввиду Занятости Невозможности Исполнять Обязанности Коммуниста Исключить Ими Из Коммунистической Партии И он Так Взял Заявление Сидят люди Целый Вопрос Такой Подняли И говорит Ну Это Заявление Заслуживает Опа И тут Была Пауза Значит Потому что Уже Осуждение Сказать Было Уже Поздно А одобрение Нет Одобрение Одобрение Еще рано Было Вот Он сказал Это Заявление Заслуживает Понимание О как Красавец И меня С Богом Отпустили Красавец И тут Пошли Все толстые Вот эти Журналы Я все это Стал читать Ну послушай Я уже Я уже Написал Монолог Сотрудника НКВД По приказу Мы стреляли Ага Это полуторка Которая Чтобы заглушить Да А уже Говорят Ну и пой Ничего То есть Никто уже Не запрещал Я Я краешком Застал Такую ситуацию Когда Холодная И круглая Нет Как же Значит Рассветная Прелюдия Дождем Сопровождается Преступное Безлюдие Никем Не нарушается И мне Сказал Художественный Руководитель Наш Филармония Ну как То Олег Вот Преступное Это Надо Поменять А я Говорю А что Так Говорит Ну как Ты преступная Не хорошо Ну тоже Так Он не настаивал Барин Говорит Хорошо Барин Говорит Не хорошо Я подумал Тоже Что что то Лишнее Эдуард Спрашивает Вы ли написали Хроники Перестройки Да Было такое Намек Расскажите Про фестиваль Документального Кино в Челябинске Как вам Почему именно Вас позвали Ваш детский Хоррор Расскажите Про светлое Будущее Что будет Когда дети Вырастут Артем Из Челябинска Да Наверное Тут мы не додумали Что будет Когда дети Вырастут Да ничего хорошего Нет Ну это неизвестно Как раз Мы стараемся Чтобы было Что то хорошее Конечно Это Я раньше Об этом не рассказывал Скрывал Как то неудобно Было А потом Мне товарищ Сказал Наоборот Надо об этом Рассказывать Чтобы другие Заражались И вот То что мы Нашли 170 детей В трудной Жизненной Ситуации Такая ситуация У них просто Кошмар Конечно У многих Такими словами Даже не назвать Ее Но 170 детей Мы нашли Легко И Из этих детей Сделали хор И эти дети С лучшими преподавателями Области Занимаются Английским Театр Кино Астрономия Но самое главное Идет воспитательный процесс Извини пожалуйста Это происходит на твои деньги? Нет Я же всегда Как бы Ищу Деньги У меня такая Фондрайзер Да Профессия Я не знаю Есть такое слово Фондрайзер Да И Я прихожу И говорю Дайте денег Вот Как бы В общем И нашелся Такой человек Знаете Ненормальный Вот что-то Они Как-то Мало дают Я думаю Куда вы их Диете Эти деньги Ну У вас Смотрите Сколько Уже Уже Некуда Нет Дают Мало Или не Дают Вообще А этот Человек Он Значит у него Что-то Ну много Денег Столько И он Решил Помогать Детям Во всем Мире Я говорю Так у нас Как раз Смотрите У нас там И фонд У нас И здание У нас И все Есть Вот денег Нету И через Международный Какой-то Другой Фонд Который За каждую Копейку Значит Требует Отчет И мы Отчитываемся Происходит Содержание Вот этого Лицея Который Превратился А фонд У этого Человека Называется Светлое Будущее А у нас Там клуб Называется Светлое Прошлое Я говорю Ну между этим Должно быть Настоящее И мы Придумали Слоган Все Настоящее Детям И сейчас Уже Больше 35 Городов Входит В эту Ассоциацию И Деньги Распределяются Вот на Лучшие В этой Сфере Внешкольного Образования Мероприятия Даже мероприятия Это скучно Это называть Такие потрясающие Бывают Коллективы Дети Вот И На фестиваль Маленькое Лето Это маленькая Жизнь В Сочи Вот В прошлом году Приезжали Преподаватели Из этих Городов Многие Из них Вообще Впервые Приехали Увидели Море И Приехали В Сочи И Это Дорогого Стоит И Такие Люди Как Евгений Ямбург И Михаил Казиник Перед ними Выступают И Читают Лекции И я Сам С удовольствием Все это Слушаю В общем Об этом Я могу Долго Рассказывать Потому Что Вот Очень Правильный Был Вопрос Что Будет Дальше Потому Что Я Тоже Как То В напряжении Потому Что Они Вырастут Им Отвечают На Этот Вопрос Они Говорят Что Они Будут Помогать Людям Не Важно В какой Сфере Не Знаю Это У меня Первый Опыт Поэтому Верю Дай бог Поэтому Верю Дай бог Олег Не отвлекайтесь Мамаш А Песни А Песни Так Вот Такая Как Раз Песня Которая Я Думал Что Ее Молодежь Не Поймет Когда Ее Писал И Думаю Как Же Написать Чтобы Молодежь Поняла Потому Что Это Песня К Кинофильму Территория По Произведению Олега Куваева Вот Не Знаю Сколько Долго Лего Еще Снимать Этот Кинофильм Сегодня Хотел Позвонить Режиссеру Войдет Ли Эта Песня Тоже Не Известна Но Жизнь Была Совсем Другая Другие Приоритеты Вообще У нас Была Идеология У нас Вот Песню О войне Я сейчас Пел Я понимаю Что я Был Пропитан Этими Фильмами Этими Песнями Этой Победой И Эта Уверенность Она Помогала В жизни Есть На что Ориентироваться Сейчас Начинаешь Как-то Качаться Когда Узнаешь Там Вот Подробнее Про Сталина И Ленина Но Но Значительная часть Людей Делала все Честно И правильно К сожалению Это Подменило Моральный кодекс Строителя Коммунизма Подменил Заповеди Христовы И Сволочи Они Конечно Для того Чтобы сказать Короче А песня Вот такая Она посвящается Вадиму Ивановичу Туманову Это было В другой стране По которой Прошла Война Мы работали Как во сне И Задача Была Одна Чтобы Грубость И Красота Совместились В твоей Судьбе Чтоб Ни Деньги Ни Пустота Не мешали Смотреть Тебе На Бескрайнюю Територию На Которой Мы Все Живем Это Родина И Не Более Но Единственная При том Это Родина И Не Более Но Единственная При том Поменять Поменять Невозможно Нам Прожитое Под песни Нарт В Заполярье Остались Там И Зимовок Тоска И Фарт И Остался Еще Запас Золотой Мир Злоте Земли Мир Мир Я не знаю, кто правит ей Но, похоже, она сама Сберегает своих детей Если с юга идет война Если с сапада все гнилье А с востока недобрый взгляд Если с севера снег и лед Все выдерживает земля Необъятная территория На которой мы все живем Это родина и не более Но единственная при том Это родина и не более Но единственная при том Грустно Вообще, с другой стороны, это, конечно, очень интересная такая история Вот хороший был писатель Олег Куваев И вообще, как-то мы больше читали хороших книг Там, 30 лет назад Правда? Так дефицит? Это как мы вот на гитаре учились Это у вас дефицит У меня мама в Ленинке работала У меня с хорошими книжками все хорошо было Ах, вот оно что! Я вот недавно тоже размышлял Думаю, а вот с детства была бы у меня библиотека Да правильные учителя Чтобы в 4 года говорили Смотри, что нужно сдать за хватом Я думаю, я бы оторвался от народа Куда? Ну вот, просто оторвался бы Потому что народ у нас как-то отстает Вообще, оказывается, народа-то нету Есть отдельные личности Вот, а так вот мне обобщения никогда не нравились Мне всегда исключения нравились Все конкретные Вообще, потрясающе сказал, как водится, Василий Макальевич Шукшин Что судьба конкретного, отдельного человека Не волнует ни государства, ни правительства, ни депутатов Они думают о каких-то, знаете, количествах, процентах И не знаю, о чем они думают А вот художник, он как раз думает о простом человеке Ну, смотрю, какой художник Смотрю, какой художник Пожалуйста, расскажите еще раз все-таки про ваш фестиваль в апреле Ну, прямо... Машка, небось, написала Машка! Нет, вы знаете, вообще все началось с того, что я мечтал, чтобы зимой по Москве были расклеены плакаты Крепитесь, люди, скоро лето Вот, и все-таки это состоялось Ну, не сильно они пока расклеены Правительство Москвы Помогает нам, конечно Оно помогает нам, правительство Москвы Дополнительные плакаты Все-таки ты опытный царедворец Это ж надо, с какой интонацией пронизанная По большому счету, конечно, все это должно быть мощнее Все это должно быть мощнее Вот надо, чтобы как Олимпиада вот это было Потому что придут хорошие поэты, настоящие Придут... Городницкий придет Песни нашего века будут петь и Высоцкого, и Галича, и Вертинского Им и так при жизни-то тяжело было И Галичу, и Вертинскому, и Клячкину Вот сейчас хоть надо, чтобы люди это все услышали И поняли, какие они молодцы Ну, ты знаешь, что... Поэтому приходите, дорогие друзья, 11 апреля в Крокус Сити-Холл Я напомню, что у нас в гостях Олег Митяев и Родион Марченко Пишут нам Катрин-психолог, город Москва Ну, уже понятно, что психолог, можно было бы Тогда давай попробуем проверить себя на вшивость Что заказывает Катрин-психолог из Москвы? Ой, это загадка Это нет, психолога не разгадать Я бы разгадала А я бы попался сразу на это самое Сейчас вот даже не знаю Не скучай, в окно не гляди часами Да что, никогда бы не догадался Вот ты знаешь, что чья это была... А как там дальше-то? Где? В этой песне не в окно Не скучай, в окно не гляди часами Ведь февраль он короткий самый А вот в марте... А у нас февраль заканчивается Как ни странно, Григория Горина Я думал, такой умный человек, а такую дурацкую песню И он цитировал ее Он написал такое отдельное произведение Вступление для моей книжки Ну, просто это вот... Я так ему благодарен И он сказал А вообще-то мог бы и поместить фотокарточку Мою в книжку Действительно Хотя, он сказал, если фамилия и имя Говорит о человеке больше, чем фотокарточка Тоже ничего Ну что, будем выполнять психологические заявки? Нет Пойте больше, очень красиво Как у меня Прислать свои стихи можно и куда? А есть же у меня это... Олег Собака, Митяев.ру Олег Собака, Митяев.ру А тебе много приходит стихов-то? Ну, приходят Часто ты замираешь в изумлении? Нет Ну, бывает Бывает Ну, я вот себя просто полюбил Мне Леонид Марголин принес как-то стихи И, значит, я думаю Чего-то как-то читаю первую страфу Не очень И вторая А третья Третья думаю О, слушай, ну что-то тут есть Говорю, ну ты вот смотри, молодец Вот третья-то Он говорит, ну что, писать музыку на это Я говорю, погоди Вот он, если бы вот первые две страфы написал бы, как третью Вот было бы Ты сразу пиши и все А тут вот как-то первые Вот, оказалось, что третья страфа – это Есенина Так? А первые две он со мной писал Вот так всегда и бывает Эх, думаю, как же я разглядел-то Есенина-то Да, но я же, я не знал это стихотворение Про Челябу будешь петь? Или оставишь это вот? Как ты назвал человека, который замечательно исполняет это? Владимир Крестовский Группа Ума Турман Прости, пожалуйста Это люди, которые… У меня же телевизора нет Которых знает вся страна В машине я только митяевские диски слушаю Это вот… Вот приходи 11 апреля Владимир Крестовский будет петь Лично для меня Не только свою песню Чью же он будет петь песню еще В общем, кого-то из бард А, Григорий из Перми у нас Донской Донской А там есть неплохая песня про лебеду Ох, какая песня Нет, он будет другую Про флейту, по-моему, что-то А Вот, так что мы, думаю, что услышим много хороших песен и стихов Ну, если это кому-то интересно Как так с сомнением ты сказал Да, я подумал, что надо сыграть что-нибудь не свое как раз сейчас Для того, чтобы… Привлечь Привлечь Ну-ка, ну-ка, ну-ка Поэтому… А что ты будешь не свое играть? Ну, я хотел Казанцеву спеть Ой, я… Казанцеву в исполнении Митяева – это пять Да Давай Но я не знаю ничего Но у нее женские все песни, поэтому я их не… А я уже пригорю у нее с ней Олег Я только вот стихи Значит… Такси для него я ловлю, так сильно его я люблю Вот, молодец Казанцеву, мертв прочее Да, вчера она приходила на концерт в Минске к нам Слушай, а она в Минске… Она в Москву не собирается? Ну, как-то она об этом тоже стихи написала Что не очень она собирается в Москву А мне нравится Если б я была свободна Если б я была горда Я б могла кого угодно осчастливить на года Ну, поскольку не свободна И поскольку не горда Я могу кого угодно, где угодно и когда Как складно, да? Складно А споем мы, наверное, стихи Роберта Рождественского Вот Саша Маршал сейчас написал целый альбом Я хочу послушать Значит, не знаю, какой он композитор Но его очень восхитили На стихи И он написал целый альбом Ну, а ты его будешь петь? Нет, а я спою Виктора Семеновича Берковского Который написал музыку на стихи Рождественского А посвящается это Марку Шагалу И тут, кстати, такая история У нас есть очень хороший, знакомый, великий художник Заборов Во Франции И он сам-то из Витебска Как я понимаю Он был у товарища в Витебске И тут сделал памятник Марку Шагалу В бронзе И он так, ну, как коллега Осматривал этот памятник Обошел его И смотрит там в бронзе На задах Выгравирована вона Посвящается Веронике Долиной О как! Он говорит Здорово! А что? Чего вдруг-то? И тот художник говорит А я ее люблю Молодец! Вот и все! Ты знаешь Ну, давай ты спой А я тебе расскажу дивную историю С Шагалом у меня недавно произошла С Шагалом у меня недавно Он похож на свое одиночество Ему рассуждать о погоде не хочется Он сразу с вопросом А вы не из Витебска Пиджак старомодный На лацканах вытерся Нет, я не из Витебска Долгая пауза Он в сторону смотрит Не слышит, не слышит Какой-то нездешней далекостью дышит Пытаясь до детства Дотронуться бережно Дотронуться бережно Он тянется к Витебску Словно растение Тот Витебский его Пропыленный, жаркий Приколот к земле Галанчою пожарной Там смерти и свадьбы Моления, ярмарки Там зреют особенно Крупные яблоки И сонный извозчик По площади катится Так вы не из Витебска Деревья стоят Вдоль дороги На вытяжку Темнеет И жалко, что я не из Витебска Хороший пест Да уж Я недавно совершенно неожиданно попала На такой каскад выставок шагала Мы поехали с мамой в маленький городок Французский, Сен-Поль-Ванс А там, поскольку сезон закончился То местный муниципалитет Обратился в музей Там Ницца же рядом И музей шагала Мол, помогите И представляешь, что такой вот крошечный городок Все время галерейки Такие маленькие-маленькие И в каждый шагал Мы нашагалились по самые уши И меня поразили Он же умер в этом городе Больше всего меня поразили Две тетки российские Которые почему-то ходили за нами с мамой И так это вот-вот-вот-вот Мол, куда мы, туда и они И под конец мы уже пошли на могилу Шагала каждый раз Когда я там бываю Я беру горсть камушков Согласно еврейской традиции Вместо других памятных знаков На могилу иудея кладутся камушки И тут тетки не выдержали А вы зачем это делаете? Ну тут, правда, было проявлено Врожденное чувство юмора Денег на цветы жалко Вот Но, кстати говоря Да, я был тоже на кладбище На могилке у Рудика В Бостоне Вот я первый раз попал на такое кладбище Где кладут камни на могилу Неужели ты не был в Иерусалиме никогда? Ну, был, но, видимо, как-то я Пропустил этот момент Да Дорогой Олег, скажите, пожалуйста А есть ли у вас то, что называется дурки? Нету А почему? А комик в жизни Злодей на сцене Это у меня в жизни все происходит А поэтому в песнях я серьезен Последний раз вы были в студии С Леонидом Марголиным Видимо, не сначала вы слушаете Напомните его Причину его отсутствия Ну, не здоров Ленечка Нет, он уже как раз здоров Так что, знаете 11 апреля приходите Будет вам Марголин, анфас и профиль Завтра билетов нет уже Замечательно А что? А где завтра? Да, там и так все очень сложно Поэтому То есть, а я приду к метро Буду стрелять лишний билетик Скажи хоть где А ты не знаешь куда Ну, вот я и спрашиваю А, Нателлочка А приходи 11 апреля Ну, постарайся Там места много Если буду жива, приду Нет, это будет завтра в Альмаматор А, ну там небось, да Да, там как-то уже давно Тогда у метро Таганская Если стрелять лишние билеты в Альмаматор У метро Таганская Да, постой там Вот, или в крайнем случае марксистская Так, дорогой Олег Скажите, пожалуйста Ну, мне очень нравится Наши слушатели Ведь, судя по некоторым сообщениям Они прилично знают Твое творчество Но тут начинается А есть ли у вас песни про животных? Это, думаешь, те же? Те же трое, как с самого начала, которые пишут Я узнаю их по голосам, да? Что-то у меня было про собак А какая любимая ваша песня у вашей дочери? Собака свернулась к лукам Они, наверное, видят, что у меня лежит текст Любимые дочери моей Нет, я не думала Любимая песня моей дочери Да? Да Ну, значит, мы попали Она сказала, дочь Ну, наконец-то ты написал молодежную песню О, подожди, а сколько ей лет-то? Ей-то уже скоро 14 будет Вот Ну да Ну, давай молодежную песню Любит Ленина Защищает От тебя? От меня Просто она родилась 22 апреля Ай Она хочет, чтобы на него сильно-то не наезжали Она потому что не знает еще все про него Рано ей Какую из песен моей любимой дочери мы будем сегодня петь? Да, и она, собственно говоря, исполняется от женского лица Не знаю, почему она молодежная Как называется-то? Стриж Нет, нет, мне так легко Без твоих шагов в глубине двора Что мне, что ты Далеко и расстаться с тобой пришла пора Нет, нет, живу еще И в который раз отвыкаю ждать И вновь начинаю счет Узнавая, сколько лет могу не дышать Мне забыть тебя, как росу смахнуть На восходе дня со стеблей куста Мне забыть тебя, как стрижу вспорхнуть И останется комната пуста Мне век за веком жить, времена менять Ими на планет Мне корабли топить, забывать, кем был ты и что тебя нет Мне пол Европы сжечь не холерою, а разъять им век И ощутить всю жесть боли всех навек отчаявшихся коллег Мне забыть тебя, как росу смахнуть И разнесется звон, заглушая стон Еле сдержанный тобой Мне забыть тебя, как росу смахнуть На восходе дня со стеблей куста Мне забыть тебя, как стрижу вспорхнуть Но останется комната пуста Загадочная девушка, Дарья Олеговна Я думаю, что это из-за слова «жесть» Я сейчас пелся Слушай, да меня только дошло-то, как интересно Посмотри Ну хорошо В каком возрасте она впервые услышала твои песни? Слово «жесть»? Нет, твои песни, небось в антональном периоде Конечно Конечно, она даже не помнит, когда она это услышала Ну маленькая была, что просила, когда? Ничего не просила Помолчи, папа Это что такое? Что вы все время цитируете? Мне же тоже интересно Я цитирую его дочку Кого? Тебе чего? А, нет, ну это кинематографическая история Когда, я не знаю, как это для радиослушателей Когда она стоит у зеркала, ей было три года Она, значит, стоит у зеркала, долго смотрит на себя Поправляет что-то на лице Как будто какой-то макияж Вот, и я присел на корточке И сбоку на нее так Смотрю с любовью Смотрю с любовью Смотрю-смотрю И она, не отрываясь от своего изображения Отражения Говорит, тебе чего? Ух ты! Он нрав-то, а? Видимо, королевские крови От Марины ей достались Ну, понятно Переиграла она принцессы-королев Причудливо тасуется колода крови Так, всего-то пара аккордов, но стихи замечательные Доброй ночи, Олег Как купить диск? Бугага Легко Идете в магазин А, вы знаете, приходите 11 апреля В Кропус Тульская область не пойдет Да Ну, обычно на концертах И я думаю, что мы приедем когда-нибудь туда Я не знаю, как это делать, честно говоря А что, у тебя на сайте не продаются диски? Нет И в iTunes? Я это не знаю Такое слово? Нет, в iTunes послушать-то, наверное, можно И скачать-нибудь можно зайти? Да можно, наверное В общем, ответ Ответь, понятия не имею Понятия, замечательный совершенно ответ Так, пусть про Кемерово споет О, про Кемерово Да, мы недавно тут, знаете, так это самое Я все думал про Кемерово Все пытался Написал В Сибири собаки добрые, да Потом написал, значит, вот уже пел эту песню И там строчка От Воркуты до Юрги А кемеровчане-то мне говорят А что-то Воркута-то далеко от нас Вот Поэтому у них на юге Мундыбаш А ближе к северу Юрга Вот И Что еще сказать про эту песню? Герой Кузбасса называется она Есть у меня друг Герой Кузбасса В сумерках вдоль улицы цветут огни Праздник электричества не жаль Друг идет из клуба мой А на груди У него красивая медаль У него красивая медаль Герой Кузбасса И как же рада Вся наша трасса От Мундыбаша до Юрги Герой Кузбасса И раз награда Мы будем праздновать и петь Среди бурги Среди бурги Ах, девочки, снимайте бигуди Сколько лет на солнце Выплывала клеть И жидончик взяв на проходное Он шагал уставший И хотелось петь Просто потому, что ты живой Просто потому, что ты живой Герой Кузбасса И как же рада Вся наша трасса От Мундыбаша до Юрги Герой Кузбасса И раз награда Мы будем праздновать и петь Среди бурги Среди бурги Ах, девочки, снимайте сапоги И не за награды, милая, поверь Тот, в кого не замечала ты Вот в кого девчонки Влюблены теперь Уголять немал у темноты Уголять немал у темноты Не забудут люди всех Наверняка Кто давал три нормы на горах И за друга нашего За горняка Грянем троекратное ура Грянем троекратное ура Герой Кузбасса И как же рада Вся наша трасса От Мундыбаша до Юрги Герой Кузбасса И раз награда Мы будем праздновать и петь Среди бурги Среди бурги Ах, девочки, снимайте Пока не до конца Олег Митяев, я напомню И Родион Марченко у нас в гостях Про девочек это очень так Это знаешь Это вставочка Ну можно не петь Ну понятно, что Настоящие шахтеры не поют ее А как вы относитесь к переиначиванию? Чего? Что ж тут загадочного в интересе дочки? Все по возрасту Без тебя останется комната пуста Позвони мне, позвони Так и до Тольятти докатимся А вообще какие еще города-то есть Что по службам в списке? Да, о Тольятти Я вот, честно говоря, просто радуюсь Потому что в Тольятти под эту песню Отправляют поезда И мало того Еще в центре города поставили памятник Кому? Тебе? Нет, это памятник Признание в любви Городу Тольятти Там сидит парень из гитары И девушка А на скамейке Слова из моей песни Вах Ну придется Придется Нет, не буду ее петь Поезжайте в Тольятти и почитайте Да, потому что ее нельзя в других городах петь Потому что там строчки Послушай, приятель Ты не был в Тольятти А значит и женщин красивых пока не видал Опа Олег, спойте еще про Таганай Житель Гренобля, родом из Златоуста О, как О, что-то знакомый Вадим Гусев Может быть Ну ладно, что с Таганаем-то? Нет, Таганай тоже Приезжайте к нам на Таганай Или на Мундебар Или на Мундебар В Мундебар Что у нас еще есть? А, француженка Да что? Она такая же москвичка, как была А ты вспомнила песню? Конечно Нет, я вспомнила географическую песню Да Там даже целых два города А что, по географии мы пошли? Сегодня пойдем Ну, две же А, просят? Просят Ой, конечно Многие вернулись Из проживания в других странах А многие уехали Слушали, слушали эту песню И вернулись А многие уехали А вот они уехали А сейчас будут слушать Ну Не знаю Смотря Зачем ехали Да Так вот Ты представляешь Значит Эта песня Когда вот говорят В общем Я тут На Арбате Встретил женщину Она говорит Мне так нравится Ваша песня И Говорит Вот это Вот у вас песня Это вот это есть Про француженку У меня ведь дочка Тоже во Франции Она работает На международном радио Франции Вот я говорю Инга Она говорит Да Я говорю Ну у нее подружка Из Америки Да В 17-м квартале Да Она говорит А что это про нее Представляешь Вот так вот случайно Хорошо Олег А вот такой вопрос Ведь Я сама лично Слышала штук 6 Пародий на Митяева Разной степени Пародийности Разной степени Остроумия А тебе что-нибудь нравится Из того Что писали на тебя Не ну бывает Остроумная Одна вещь Вот мне очень нравится Но ее нельзя на радио Что слова плохие Нет Она такая короткая Как здорово Что все у нас сегодня Понятно Уже хорошо Уже хорошо В лесу Кто-то она им помещает А Ну это Михалев Написал эту пародию Ну не знаю Кому как Она какая-то Такая уж хвалебная Из бит гитарой Желтый Лежит Олег Митяев В степи Под Таганаем Ты на него не злись Ведь скоро Вместо гимна По радио сыграют Как здорово Что все мы здесь Сегодня собрались Да Мне очень нравилось В свое время Но я помню Только две строчки Песня которая начиналась Вот у тебя была Одна картинка А там была Другая картинка Посмотри в каком Поганом доме Ты живешь Я вчера зашел В подъезд пописать Прямо обомлел Мне ужасно понравилось Хорошо что я не слышал Эту пародию Ну хорошо Время наше Плавно Движется к финалу Нам нужно напомнить про Что два часа прошло Про концерт на который Уже нет билетов И дал Родион как Раз и все Нам нужно напомнить Про концерт на который Нет билетов Да не напомнить А просто еще раз сказать Что вам 11 апреля Не избежать этого Что завтра вам не светит А вот 11 апреля Больше пойти некуда 11 апреля приходим Поем песни Слушаем настоящую поэзию Не я не уговариваю даже Я просто вот Я бы пошел Я бы пошел Для того чтобы просто послушать Ивашенко и Васильева Что вместе будут петь? Когда Вместе будут? Да Ивашенко и Васильев Да ладно Будут выступать Они заявлены в афише Оба два Оба два Хором Оба два хором Они сказали что будут Внимание Да может быть даже втроем Если уговорим Вместе с сыном О да это здорово Протагонай классная Ну так все таки Чем будешь завершать Наш сегодняшний полет фантазии? Быстро как раз и все Не знаю Нет у меня такой песни Е нет у меня А вы знаете Он уже начал почесываться Как раз я вам хочу сказать Что Все очень слышно кстати Этот наш фестиваль Называется Крепитесь люди Скоро лето Нет А вы как то сократили И здесь появился Какой то Дополнительный смысл Крепитесь люди Говорят А что Что вы имели ввиду? Как то вот Да что Потому что Буквы большие И скоро лето не входит Ну что Вот мы ее и споем Я уже заскучал по столице А прошло то всего Три недели По зябшим прохожим По лицам По которым скучается мне Возвращаться пора Как из плена И гадать с кем же первым Напиться По разводам метрополитена По большой разноцветной руке Там сейчас после нового года Тополя в заграничных гирляндах И расщедрилась мама природа Так что снег бесконтрольно летит И крещенские взлятся метели И такая стоит непогода Что гаишники окоченели И полгорода в пробках стоит И кто-то пишет Рукой согретой На замороженном троллейбусном стекле Крепитесь люди Скоро лето И всем от этого становится теплее И когда через несколько суток Поборов и пространство и время Мы проткнем Жеремидивский супрак И опустимся в море огней Я по милой земле Прошагаю Потеряв свой последний рассудок И конечно еще прочитаю Эту надпись В сиреневой мгле Что так любезно Была прогрета На замороженном троллейбусном стекле Крепитесь люди Скоро лето И мне в который раз Покажется теплее И душа словно льди началит В дрейф по старым дворам и по кухням Тем, с которыми в самом начале Мы не знали, что тронется лед И на мелкие зайчики солнца Разобьются все наши печали Из добрейшей улыбки японца Круглолицое лето Придет, когда на сердце Покоя нету Когда оно Промозглым днем Чего-то ждет Крепитесь люди Крепитесь люди Скоро лето Скоро лето К нам наше лето Нам наше лето Обязательно бред Слово простые можно просто петь Па-па-па-па-па Па-па-па-па Это очень сложно для петь Па-па-па-па 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 Па-па-па Хорошая финальная такая песня Вот у меня такое впечатление Что многие наши слушатели Воспринимают тебя как Энциклопедию народных заданий Потому что только что пришло Говорят у вас есть какая-то песня про татар Ну татары всплывают обязательно Как в нашей жизни Так и в песнях И про евреев вообще Она играла на альте О чем ты говоришь Ну хорошо Спасибо за добрый радостный вечер Вместе с чудесным Митяевым Пишет Людмила Скажите пожалуйста А вы счастливый человек? О какой тонкий вопрос Просто в лоб бух И упал человек Да нет Да нет Неудобно просто мне сказать Ну конечно Ну конечно Да Ну так Скажите пожалуйста А дочь ваша играет на гитаре? Я вот сегодня ей говорю Даша ну выучи хотя бы пять аккордов Она отказалась учиться играть на пианино А сейчас как отец хочет проскочить Тоже вот сидит Дуриком Тыркает дуриком Да Чтобы что-то там разучивать На день рождения она мне сыграла Как здорово что все мы здесь сегодня собрались Я так люблю Как Владимир Владимирович на этом самом Да С чего начинается Нет она все пальцы использовала Она все пальцы использовала Замечательно А еще несколько слов про мероприятие Которое будет 11 апреля А что там будет делать твоя жена Маша? Марина Ясипенко Будет красивым голосом Не только представлять выступающих Но и читать стихи Хороших поэтов Да Хороших поэтов Ну Беллу Ахмадулину Она очень любит И без этого не обойдется Но и скажем И Веру Полоскову И Матвееву Обязательно мы Вот всех Обязательно должны